Сегодня, после того, как накануне в Мюнхене были достигнуты важные договоренности по Сирии, уже стали видны очертания наметившегося диалога. Появились сообщения и относительно перспектив прекращения огня сторонами, и относительно гуманитарной помощи. Мюнхен остается на эти дни Центром международных новостей, стартует большая конференция по безопасности. График нашего министра иностранных дел очень плотный. Сегодня он провел несколько важных встреч, важных, и с точки зрения перспектив по Сирии. Но все последние новости из Мюнхена мы узнаем от нашего собственного корреспондента Ивана Благова. И сейчас он снова на прямой связи со студией. Иван, мы, конечно, ждем от вас сегодняшних подробностей. Добрый вечер, Елена. Официальная международная Мюнхенская конференция по безопасности открылась ровно час назад. Главные темы в этом году это Сирия, сирийское урегулирование, миграционный кризис в Европе, тема Украины. В этот раз европейцев волнует гораздо меньше. Сегодня здесь, в Мюнхене, самое громкое это эхо вчерашнего успеха. На переговорах международной группы по поддержке Сирии. Самое главное, что созданы механизмы, которые будут работать на основе консенсуса, под сопредседательством России и Соединенных Штатов, как по гуманитарным вопросам, так и по выработке параметров для перемирия. И я думаю, что такая схема создает надежный заслон на пути попыток в одностороннем порядке какие-то решения навязывать. Сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии. Обсуждали то, как договоренности о перемирии в Сирии нужно воплощать в жизнь. Я напомню, что саудиты покровительствуют ряду вооруженных группировок, которые воюют на территории Сирийской Республики. И даже заявляли о готовности начать сухопутную операцию, то есть, по сути дела, осуществить прямую интервенцию. Все понимают, что главное испытание впереди, лишь рощерком пера остановить гражданскую войну в Сирии невозможно. Тем не менее, крайне важно, что определены конкретные сроки прекращения боевых действий. Пушки могут замолчать уже через неделю, но договариваться будут не со всеми. Ясно, что из перемирия уже заранее исключены террористические группировки. Поэтому наша борьба вместе с правительством Сирии против террористов продолжится. И рассчитываем, что принципиально важная договоренность о том, что наконец американцы будут с нами по военной линии сотрудничать, также позволит продвинуться к задаче, которую поставил президент о формировании подлинно коллективного фронта борьбы с террором. Накануне договорились также помогать мирному населению. В эти минуты в Женеве должна начаться первая встреча рабочей группы, которая будет решать как раз гуманитарные вопросы. Заниматься ими снабжением гражданским продовольствием и лекарствами должно быть налажено очень быстро. Это один из итогов вчерашней встречи в Мюнхене. Во-первых, мы договорились ускорить и увеличить поставки гуманитарной помощи. Это решение вступает в силу немедленно, уже на этой неделе. В первую очередь в районы, где самое тяжелое положение. В Дер-Эззор, Эль-Фуа, Кефраю, осажденные пригороды Дамаска, Мадаю, Муадамию и другие районы, где люди страдают больше всего. Заявления прозвучали и со стороны НАТО. ИГИЛ являются общим врагом в Сирии. Сегодня Сергей Лавров, например, встретился с главой Альянса с Толтенбергом. И тот заговорил о роли курдов в разрешении конфликта в Сирии. Это явно не понравится Анкаре. Впрочем, здесь, в Мюнхене, мы ждем множество неожиданных заявлений, возможно, новых решений, старых проблем. Конференция в этом году самая представительная за все 52 года ее существования. Вечером здесь ожидают прибытия российского премьера Дмитрия Медведева. Перед своим отлетом из Москвы он дал интервью международному агентству «Спутник», в котором призвал остановить втягивание в войну в Сирии все большего числа государств Ближнего Востока. А также Россию и НАТО призвал искать компромиссы, а не мериться амбициями. Елена. Да, спасибо, Иван. С последней информацией из Мюнхена, где стартовала международная конференция по безопасности, был наш немецкий СОПКОР Иван Благой.